Украинские военные используют нынешнее затишье на передовой, чтобы укрепить свою линию обороны. Авдеевку вчера весь день обстреливали из артиллерии, но сегодня пушки молчали. Так что армейцы окапываются, сооружают блиндажи и ремонтируют технику. Побывал в стратегически важном населенном пункте Алексей Куделя. В прифронтовой Авдеевке прохожих изредка можно увидеть лишь около рынка. Полупустые улицы, разрушенные дома без электричества, воды и газа. Некогда многотысячный город сегодня больше напоминает призрак. Оставленная тут подбитая бронетехника противника, молчаливый памятник и напоминание о недавних боевых действиях. Сейчас украинские военные обустраивают в Авдеевке резервную линию обороны. Направление важное. Здесь, в принципе, трагическая дорога, ведущая прямо с Авдеевки, которую пытаются все время все проем забрать на Донецк. Так что, в принципе, позиция нормальная. Солдаты говорят, что после активных боевых действий приспособиться к партизанской войне нелегко. Можно подготовиться к обороне, можно продумать пути наступления и так далее. А ДРГ появляется в любой момент и к нему подготовиться просто нельзя. Увидев камеры, солдаты сразу зовут Славу Пирожка. Через пару минут оказывается, что этот невысокий неприметный боец – самый настоящий киборг. Один из тех, кто оборонял Донецкий аэропорт и воевал в Песках. От всех отпусков отказался. Решил, пока не наступит мир и домой не вернутся все боевые товарищи, отдыхать не будет. Дают отпуск мне, это все. Я своими пацанами хочу стоять. Тяжкая работа, но хочу, чтобы был спокойный мир на Украине. В штабе АТО нам подтверждают, фронт стабилизировался, а количество обстрелов значительно сократилось. Тем не менее, в районе Авдеевки военные подготовили позиции для передислокации и маневра. Мы можем маневровать, войска могут маневровать, займать другие позиции, соответственно, подготовленные специальные обладнанные места для пересувания войск. Офицеры подчеркивают, об отступлении речь не идет. Свои позиции и города украинские силовики оставлять не собираются. Из Донецкой области Алексей Куделя, Валерий Рябченко, События, Канал Украина.